Разложить буквально по полочкам молочную продукцию должны были с начала месяца по всей России и в Рязани в том числе. Документ устанавливает требования к раздельному размещению в торговых залах молочной продукции, в составе которой есть либо отсутствуют жирозаменители растительного происхождения. Защитите потребителя, чтобы мамочка, придя с ребеночком, могла купить натуральный ребенок продукт. И пенсионер тот же самый, который плохо видит, не может прочесть, тоже мог бы купить натуральный молочный продукт. В Роспотребнадзоре нам пояснили, как должны работать новые требования. Согласно постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны сопровождаться определенной информацией. С 1 июля 2019 года вступило в силу изменения постановления правительства номер 50 правила продажи отдельных видов товаров, которые устанавливают обязанность к размещению в объектах торговли молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов, способом, позволяющих визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождению их информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Власти считают, что новые требования будут полезны и малым, и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Им зачастую непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно учитывая короткий срок реализации. Методические рекомендации не содержат обязательных требований в организации торговли. Руководители данных организаций вправе самостоятельно, визуально разграничивают данную продукцию в холодильных камерах. Покупатель имеет право знать, что он приобретает. В последнее время в промышленности активно используются растительные жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, снизить себестоимость. Однако далеко не всегда эти детали указаны на упаковке. И не все хотят эти продукты покупать. Теперь молочные продукты с растительными жирами больше нельзя маскировать под обычную молочку. С 1 июля по 5 июля управлением было проведено 4 внеплановые проверки сетевых объектов торговли. Нарушений в части способов размещения молочной продукции не выявлено. Вопрос находится на контроле управления. Если юридические лица не будут соблюдать раздельную маркировку на молочную продукцию, им грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».